Всем привет! Сегодня у нас вкусное видео из северной столицы Таиланда, города Чингмай. Здесь туристов ждут три сотни храмов, а еще больше разнообразных кафе и ресторанов. Мы покажем вам 18 заведений самого разного ценового диапазона и кухонь мира. От придорожных кафешек до ресторанов для особого случая, чтобы вы могли прикинуть свой бюджет на еду во время путешествия в Чингмай. Наливайте себе чайок с печеньками на голодный желудок, смотреть это не рекомендуется. Ну а мы начинаем, погнали на завтрак! Сначала отправимся в скромный Good Day Breakfast. Здесь хороший выбор. Разные яичницы, американский завтрак с беконом, яйцами и сосисками, овсянка и гранола с домашним йогуртом. Очень нежный омлет с сыром. Все вкусно и в пределах трех долларов за блюдо. На момент монтажа видео это 230 рублей. Чтобы грубо переводить из баты в рубли, просто умножайте на два. Ну а если вы пойдете в модную кофейню, закажете круассан с лососем, готовьтесь заплатить в два-три раза больше. Только кофе здесь стоит, как еда в прошлом кафе. Те же 70 бат вы отдадите просто за капучино. А скажем, яйца Бенедикт обойдутся в 225 батов. Это 6,5 долларов или без малого 500 рублей. Разговор про тайскую кухню невозможен без фудкортов и ночных рынков. Давайте заглянем в торговый центр. Наше любимое блюдо здесь это рис с уткой. Порция обойдется вам в 50-70 батов или полтора-два доллара. А мы берем обычную двойную порцию мяса и выходит тарелка 100 бат или 3 доллара. Идем в типичное недорогое тайское кафе, где большая часть блюд стоит 40 бат или чуть больше доллара. Конечно, это не шедевральная по вкусу еда, зато бюджетно и сытно. Под тай и спингроллы вышли на 3 доллара или примерно 220 рублей. Дешевле только сэндвичи в 7-11 или питаться в макашницах. Вот в таких уличных передвижных лотках со шпажками, сосисками и прочими жирными перекусами. Обычно жаренными во фритюре. В прошлом видео, когда мы показывали обзор жилья в Чингмайе, кстати, посмотрите его потом по ссылочке, мы ходили в гости и нам порекомендовали супер бюджетное кафе. А мы сейчас поделимся им с вами. Называется оно Лаки Три Кафе. Здесь тоже почти все в меню стоит 65 батов. И лишь некоторые блюда чуть-чуть дороже. Например, масса манкари. Очень его рекомендуем. Вкус чудесный, особенно за такие деньги. Раз уж сдавать пароли и явки, то вот вам еще одно супер бюджетное кафе Blue Noodle. Друзья, мы стараемся для вас. Поддержите, пожалуйста, видео лайками. Мы были тут раз 10, потому что обожаем простой говяжий суп с лапшой. У них можно выбрать наполнение супа. Мы чаще заказывали три вида мяса. Шарики, тушеная говядина и сырое супер тонко порезанное мясо. Прервемся на минутку и из Таи переместимся на Филиппины. Многие сравнивают эти две страны для лонгстэя или зимовки. Самое главное преимущество Филиппин – это их визовая политика. Только представьте, граждане России легко заезжают по безвизовому штампу и далее могут до трех лет продлять его, находясь на территории страны без выезда. Изи! Мы прожили на Филиппинах целых три года на разных островах и собрали весь свой опыт в один большой полезный гайд – переезд на Филиппины. Под видео, конечно же, будет ссылочка на сайт. Вы можете зайти, ознакомиться с содержанием гайда и по промокоду YouTube получить 10% скидку при его приобретении. Возвращаемся в Таиланд, но пока с тайской кухней завязываем. Идем есть бургеры и салат «Цезарь» в кафе «Уга». Заведение в самом центре. Немного шумно у дороги, конечно, но еда стоящая. Взглянем на меню. Мидии на закуску – 5,5 долларов. Жареные спринг-роллы – 3 доллара. Бургеры в среднем – 6-10 долларов. Мой «Цезарь» – 230 бат или 7 долларов. Дороговато вроде, хотя мы не были в России уже 6 лет, и я, честно, не знаю актуальных цен. Напишите в комментариях, 500 рублей за «Цезарь» – это норм? Сколько стоит этот салат в вашем городе? Интересно будет сравнить. Еще один ресторан, в который мы возвращались – это маленький Стамбул. Музыка Здесь очень вкусно. Вкусное жареное мясо, кебабы, фалафель и особенно ягненок – рекомендуем. И цены вполне демократичные. Наш фаворит – курочка для шавермы и хумус. Подается с лепешкой и стоит всего 150 бат или 4,5 доллара. Если тут любители суши, как я, тогда ставьте лайк. Ну, а мы вам сейчас покажем две достойные локации, чтобы насладиться суши. Первая называется «Суши-ниндзя». Подальше от центра, но нам ее рекомендовали в местном чатике. Здесь подкупается отношение цена-качество. Плюс, пока ждешь приготовления заказа по меню, можно уже полакомиться готовыми суши из бара. Мы остались очень довольны и приезжали сюда еще раз ради боула с лососем. Второе заведение японской кухни находится в центре. Оно нас сильно удивило большой очередью на входе. Мы прождали примерно полчаса, прежде чем сесть за свой столик. Но, в принципе, оно того стоило. Цены здесь, конечно, значительно выше, чем в прошлом кафе. Но и готовят шикарно. И качество ингредиентов на высоте. Если Аня любит суши, то я готов 20 минут ехать ради вкусного фобо во вьетнамский ресторан. Смело рекомендуем и вам. Если доберетесь, не пожалеете. Настоящая домашняя еда, огромные порции и отменный вкус. Правда, и цена не самая гуманная, если уж сравнивать со вьетнамом. Все названия кафе и полезные ссылки ищите под видео. Здесь правда было роскошно. Мы монтируем это видео, уже находясь во вьетнаме. И признаюсь, что такого вкусного банми, как в этом кафе, я лично не ела. Даже во вьетнаме. На очереди у нас димсамы. Идем в не самое туристическое место, но там милая кафешка. Мне понравился стрит-арт на стене здания, где они расположены. Кстати, про все прелести Чингмая у нас уже есть целое видео. Обязательно посмотрите, чтобы понять, чем этот город манит миллионы туристов со всего света. Я думаю, многие слышали, что есть такой индекс Биг Мака, по которому сравнивают стоимость Биг Маков в разных странах. Поэтому отправляемся в Макдональдс и сравним, сколько стоит средний обед с Биг Маком в Чингмае. А вы напишите в комментариях, сколько он стоит в вашем городе. Сейчас средний обед с Биг Маком стоит 179 бат. Это 5 долларов 10 центов или 390 рублей. Настало время восхитительных десертов. Сохраняйте локацию. Там каждое пирожное как произведение искусства. Мы попробовали 4 разных. Смотрите. Кофейня кондитерская называется Саруда. Приятная атмосфера и дизайн, но главное вкус десертов. В первый заход мы не успели даже снять их. Женя довольно растекается в улыбке после двух пирожных. А ведь каждая стоит в среднем 5,5 долларов или 413 рублей. Это реально просто изумительное кафе. Рекомендуем обязательно посетить. Если вы захотите инстаграммной еды с красивой подачей, загляните в Nano Jungle. Кстати, они находятся прямо по соседству с суши-баром Ninja, про который мы говорили раньше. Но давайте взглянем, что же в меню у Nano Jungle. Тут европейская кухня, салаты и супы, пицца и стейки. Цены довольно высокие. Нам понравились очень необычный тапос. Вы можете взять сет от 3 до 20 закусок на свой вкус. Выглядит очень презентабельно. Хотя ехали мы сюда по рекомендации ради этих сковородок с тушеным мясом. Правда, не ожидали, что они будут словно из набора детской посуды. В итоге за 20 долларов лишь слегка перекусили. Если вы хотите не просто ужин, а романтик, можете отправиться в один из ресторанов вдоль реки или на крышу. Нам повезло жить около ресторана с видом на горы и закат, а еще с неожиданным видом на православный храм. К вечеру они зажигают огоньки, пекут очень достойную пиццу в печи. Мы были здесь пару раз и всегда сметали пиццу до того, как вспоминали про камеру. А еще оценили их цезарь, вино и живую музыку. Приятный вечер здесь гарантирован. Рекомендуем. Финал у нас сегодня будет достоин звезд Мишлен. Ресторан действительно для особых случаев. Так как здесь основная цель не поесть, а получить новый гастрономический опыт. Добро пожаловать в Учи или Ючи. Как ни назови, это все равно пока лучший суши-бар в нашей жизни. В меню есть первоклассная говядина в агю и премиальный тунец, одна суши с которым стоит в районе 10 долларов. Также есть сашими с икрой морского ежа за 40 долларов и даже камчатский краб за космические деньги. Мы отмечали здесь мой день рождения, побаловали себя оригинальными коктейлями от шефа и необычной закуской в панцире краба, которая подается с мини-мангальчиком. Эстетическое удовольствие от таких деталей не менее важно, чем вкусовые качества блюд, которые тоже были на высоте. Субтитры создавал DimaTorzok Надеемся, вы получили удовольствие от просмотра этого видео. Оставляйте ваши реакции в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем вместе влюбляться в Азию!